Я сейчас нас записываю. Я тебе, дорогой Саша, дорогой наш профессор, поздравляю сердечно с днём твоего рождения. 75 лет. Ну, ты выглядишь молодым, ты такой есть, ты выглядишь как ковбой. Ну-ка, покажи у тебя вот это вот все твои профессорские учёные, такие всякие. Там зрители всяких там олимпиад, там этих самых математических или как. А вот это такие, простые. Больше это клоунада. Ничего тут серьёзного нет. Я в войне не участвовал, орденов Лейна не имею, но так просто, для смеха одел, чтобы выглядел орденант. А вот этот значок у меня очень серьёзный, вот этот значок. Это знак Министерства образования, называется «Заслуженный работник в сфере молодёжной политики Российской Федерации». У нас у нас тут такой один всего знак. Я хочу, вот, все, наверное, помнят, у нас в школе «Человек-будущего хомофутурус», как мы с тобой, дорогой профессор Полилов, проводили несколько встреч. И помнят, что ты не только профессор, доктор наук, что ты механикой занимаешься, что ты в институте, в академическом, в очень большом институте Академии наук страны, в институте машиноведения. Очень известный профессор. И все твои вот эти знаки, они не просто знаки, это как раз-таки отличие, связанные с научными вкладами и так далее. Вот скажи мне, пожалуйста. Вот сегодня еще гранату получил от Совета профсоюзов Академии наук. Я 20 лет был представителем правкового института машины, 20 лет. Обычно 2 года. А потом переизбирают. А я 21 год был. Вот сегодня очередную грамоту вручили. Я помню, как ты пришел к директору института Академику Фролову, Константину Васильевичу, и сказал ему, Константин Васильевич, там у нас конференция международная, а у нас тут потолок подтекает, надо срочно ремонт делать. Как сделать? Времени нету. А Константин Васильевич Фролов, вице-президент Академии наук СССР, он тебе говорит, Саша, ну-ка сядь. Ты сел. Он открыл сейфом бутылочку, поставил маленькую бутылочку коньяка и говорит, а ты не бери в голову. И засмеялся. А почему? Потому что он пошутил. Он пошутил, чтобы ты так не волновался, чтобы ты успокоился. Я почему сейчас вспомнил нашего дорогого друга, любимого Академика Фролова, который, ну, это вообще супер-супер-супер, да? И вот с такими людьми ты работал, а я дружил всю жизнь с тобой, с Академиком Фроловым, с нашим Петуховым, который не только заведовал лабораторией биомеханики, но и создавал генетическую музыку одновременно. Ну, очень интересно. Вообще народ мой интересный, правда, Саша? Много интересных людей, да? Чудаков и талантных людей. А ты вместо тем, что ты пишешь монографии именно по своим техническим наукам, ты еще у нас поэт. Поэтому Наташа наша Кузьмина, книжку, которую сейчас она сдала уже в издательство, и мы ждем выпуска. И там книга фантастика, и одновременно реальность, очень интересная книга, и по ключу там, и по нам всем, и там будет и твое стихотворение. Она поставила твое стихотворение в этой книге так, что все потом прочитают, и в Белоруссии, и в России, и в Украине, и в Англии, и в Италии, и в Греции, где угодно. Прочитаю твое стихотворение как физика и лилика. А можешь ли ты сейчас коротенькое стихотворение прочитать для всех? Хасай, мне сегодня подарил один из моих коллег, он говорит, только что приехал из Таиланда, я знаю, что ты собираешь слонов, и привез мне слона, очередного. Вот у меня за моей спиной коллекция слонов из всех стран мира. И вот он мне очередного слона сегодня привез, и я невольно взял микрофон и прочитал стихотворение. Двести слонов на счастье, куда же оно подевалось? А в общем, сказать по правде его я и не видал. Были подправлены на полке, а что мне еще осталось? Хобот или каванье, белых бивней я скал. Надо же, надо же, Саша, самое главное твое счастье – это твоя потрясающая творческая судьба и потрясающие люди, которые тебя любят. И Олечку, твою родную Олечку, которая тебе иногда и поругивает, что ты не вовремя кушаешь, или чай пьешь, или еще чего-то, я не знаю, или критикует тебя за то или иное стихотворение. Я тоже поздравляю сейчас, потому что я вас очень люблю, если бы не вы, как бы был я, вообще никак. Потому что каждый человек на самом деле, он потому человек, потому что у него есть близкие друзья, потому что человек один. Один невозможно. Я тебя обнимаю, я всей школой нашей, человек будущего, Homo Futurus, я хочу тебе сказать, привет, Саша, будь здоров, и творческого тебе долголетия. Радуй нас еще, радуй, потому что ты студентов там воспитываешь, и там мы сихрогимнастику несколько раз показываем. Да, 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 да. Долгая жизнь позади, да. Целая история. Я тебя поздравляю еще раз. Спасибо. И я тебе еще одну картину нарисую. Я тебе еще одну картину. Вот там, как ты хотел, девочка на шаре, чтобы наоборот была. А помнишь, Хосай, ты говоришь стихотворение, а вот кактус, ты же мне написал картину с кактусом, а ведь там стих-то был очень такой остроумно грустный. Вот это, среди тюльпанов, орхидей, не забывай свой верный кактус. Он хоть колючий, как репей, зато чувствительный, как лакмус. Ну как такого полюбить? Его же не высадишь на грядку, такого можно только бить. Подай, сынок, скорее тяпку, мы твоего замочим папку. Давай, давай, давай. Да, ну будьте здоровы всем. Обнимаю, Олечке еще раз привет. Всем привет домашним. Хорошо. Сыночку привет передай, обнимаю. До встречи. Увидимся. До встречи.